Напечатанный на 3D принтере увеличенный кристалл с дефектами оказался прочнее стали. Материалы 3D печать 21, 11, 17 и Янф. 2019 сложность 3.1. Напечатанный на 3D принтере увеличенный кристалл с дефектами оказался прочнее стали. Минсан Фэмэдэл. Нейчер. 2019 британские ученые напечатали на 3D принтере из стали и пластиками там материалы, чья макроскопическая структура похожа на кристаллические решетки сплавов из стали после процедуры повышения прочности, которые обычно используются в металлургии. Эксперименты показали, что поведение таких материалов сходно с поведением упрочненных кристаллических решеток, и они оказываются значительно прочнее материалов с другой структурой. Статья опубликована в журнале «Нейчер». Одна из важнейших задач материаловедения создания легких материалов, не уступающих по прочности сплавам металлов и сталем. С изобретением 3D печати появилась возможность создавать сложнейшие геометрические схемы. Ученые под руководством Минуты Сонфама. Минсан Фэм. Из Имперского колледжа Лондона воспользовались этой технологией для создания трехмерных микроструктурированных материалов, которые в миллиметровых масштабах повторяли структуру кристаллической решетки металлов. Такие материалы создавали раньше, но они обладали прочностью только против одного направления приложения давления, так как все ячейки были ориентированы одинаково. Теперь ученые создали и протестировали конструкцию, состоящую из участков таких кристаллов, которые были ориентированы по разным направлениям относительно соседних. При таком расположении зерен, границы между доменами предотвращали смещение вдоль плоскости скольжения решетки и придавали таким образом дополнительную прочность материалам. Они смоделировали и напечатали конструкции из повторяющихся элементарных ячейок кубических границентрированной ГЦК и объемно-центрированной ОЦК и границентрированной тетрагональной решеток, которые повторяли кристаллические решетки разных сплавов и сортов стали, но с ячейками размером в несколько миллиметров. При этом они воспроизвели особенности, которые возникают под действием разных методов упрочнения металлических конструкций. Механические испытания материалов из нержавеющей стали, слева, и полиоктида, справа. Мин Сан Фэм, Чен Лью, Йен Тод, Амперсант, Джед Зад Аль Эфан Аль, Нейчер, 2019 поделиться. Авторы воспроизвели три таких способа использования закона Холопича, модификации и укрепления за счет отличий кристаллических фаз. С помощью соотношения Холопича они рассчитали размеры и ориентации зерен кристаллов одной структуры, обеспечивающие наибольшую прочность материала, и создали куб со стороной 40 миллиметров из таких зерен. Второй способ предполагает создание ориентированной по одному направлению структуры решетки, но включающей элементарные ячейки другой структуры. Авторы статьи включили несколько границентрированных тетрагональных решеток в матрицу ГЦК-решеток. Третий способ совмещает предыдущие два конструируется структура, состоящая из решеток разных типов, которые по-разному ориентированы друг относительно друга. В качестве материалов исследователи использовали нержавеющую стали полиактит, полимерный материал, который часто используют для печати трехмерных изделий. Копирование кристаллических зерен с различной ориентацией структуры. Мин Сан Фэм, Чен Лью, Иэн Тод, Амперсант, Джед Зад Аль Эфан Аль, Нейча, 2019 поделиться. Структура, состоящая из двух видов кристаллической решетки. Мин Сан Фэм, Чен Лью, Иэн Тод, Амперсант, Джед Зад Аль Эфан Аль, Нейча, 2019 поделиться. Копирование кристаллических зерен с разными решетками и ориентациями. Мин Сан Фэм, Чен Лью, Иэн Тод, Амперсант, Джед Зад Аль Эфан Аль, Нейча, 2019 поделиться. В некоторых случаях при деформации атомы перестраиваются, образуя новые кристаллические решетки. Материалы веды создали структуру, напоминающую решетку креслинга, имитирующую переход к гексагональной плотнейшей упаковке, ГПУ, при перемещении узлов. Под нагрузкой такая конструкция сжималась, а потом возвращалась в исходное положение. Энергия распределялась лучше, структура не разрушалась. Изменяя положение узлов в подобных конструкциях, можно создавать материалы, способные распределять лишнее напряжение и возвращаться в исходное недеформированное состояние. Ученые экспериментально показали схожесть поведения кристаллических структур и метаматериалов, созданных по их подобию, и эффективность применения методов металлургии к макромасштабным конструкциям. Авторы предполагают, что сочетание предложенных способов укрепления на разных уровнях, микро-, мезо- и макромасштабах, позволит создавать особенно прочные и легкие материалы, которые могут быть использованы даже в авиации. Иерархия структур в крупных объектах на примере лопасти турбины самолета 2019 поделится С помощью подходов, предложенных британскими учеными, становится возможным печатать материалы с заданной эластичностью, прочностью и массой, которые можно использовать для строительства крупных объектов. На этой неделе, например, в Китае открыли 15-метровый мост, напечатанный на 3D-принтере. Алина Кротова Субтитры создавал DimaTorzok